Всем привет, меня зовут Евгений Киселёв, и вы смотрите мой YouTube-канал, и вы видите, дорогие друзья, что у нас дорогой гость, давно его у нас не было, Евгений Чичваркин, к нам пожаловал собственной персоной, российский бизнесмен, живущий в политической эмиграции, один из заметных фигур российской оппозиции. Евгений, привет! Добрый день, спасибо большое, что позвали. Как вы поживаете? Расскажите. Грех жаловаться. Продаем вино, кормим людей, путешествуем. Плюс 30, купались в бассейне. 10 числа будем жарить, варить борщ и жарить самую жирную испанскую шейку на шампурах, на Тормантиновских. Вот такая простая жизнь. Простые радости земли. А параллельно с этим 23 числа у нас благотворительный ужин на нашей даче, где мы будем всё делать очень вкусно, шикарно. Карабинерос и всевозможные японские стейки. И по 10 тысяч за вход мы сразу же, не беря в руки, отправляем за оплату турникетов, которые уже с 24 августа находятся в Киеве. И уже сейчас многие находятся непосредственно на бойцах. А что такое турникеты? Объяснить не все понимают. Это такая кровоостанавливающая резинка. Они бывают с зажимом. И если у тебя серьёзное ранение в руку или в ногу, то ты не потеряешь кровь. Она не вытечет просто из тебя, потому что эта штука её пережмёт. Она крепится. Можно купить китайские по 7 или по 10. А можно купить американский КАД 7, самый лучший, по 25. Чем мы и занимаемся. Докомплектовывают они. 25 долларов, да? Или 25? Да, 25 долларов может в итоге спасти и конечности человека. Но здесь речь идёт о каких-то серьёзных ранениях. Иногда их два накладывают. Мы как-то в самом начале войны у меня был очень большой донат, который почти полностью пошёл на аптечки. И вот доукомплектовываем аптечки хорошим турникетом. А сколько у нас народу будет по 10 тысяч-то? Если смотреть всю историю из тех, кто заплатили, это было 16, 17, 24, 27, 22, 16, 12, 14. Вот все наши ужины. Мне нужно там 112 тысяч, ну 107 осталось перекрыть. И я буду считать, что миссион комплект, если будет 9 человек. Если будет 16 человек, то это ещё очень хорошего качества внедорожник. Ещё и на сдачу внедорожник для ВСУ. Да, ну, правда, какой-нибудь близкий к новому. Ну, там он же не должен ломаться в самый ответственный момент. Вот, то есть, это вот из того, что есть сейчас. Но, опять-таки, эмоции у людей на низком очень уровне, вовлечённость, безусловно, падает. У лондонского русскоязычия другие абсолютно задачи и проблемы. Поэтому я буду абсолютно рад, если будет 9 или 10 человек, со всеми пообщаемся, можем гораздо больше найти индивидуальный подход. Наш крю – это 4 человека. Гоша Вайнштейн, мой друг с женой, который ресторатор, известный лондонский ресторатор. Мы с Татьяной и будет специальный гость Дмитрий Глуховский. Он в финансовой части ни в коем случае никак не принимает никакой роли, но он общается с гостями и объясняет, генерирует и объясняет смыслы, что он делает виртуозно, владея словом. Ну, если кто не знает, господа, Дмитрий Глуховский, это я больше обращаюсь к людям, которые не погружены, скажем так, в российскую общественную и культурную жизнь. Дмитрий Глуховский – один из самых, если не самый читаемый российский писатель, коммерчески чрезвычайно успешный литератор и человек, который придерживается очень жёстких оппозиционных, проукраинских взглядов. И недавно ему заочно выписали… Сколько лет? Одиннадцать? По-моему, девять. Ну, смысл тот же. Вы знаете, я чуть-чуть… Ну, это уже не имеет значения, эти заочные приговоры к огромным срокам. Ну, факт тот, что враг государства. Безусловно, враг государства. Взгляды стали проукраинскими, так как Россия напала на Украину. Изначально базовые взгляды – это антитеталитаризм. То есть есть люди, у которых с Украиной есть общее, и которые это восприняли очень лично. Он воспринял это очень лично, но там основная у него задача – это полное изменение России в дружественную, современную, либеральную, свободную страну. И, безусловно, когда война началась, безусловно, мы все выступили однозначно на стороне Украины. Правильнее, наверное, сказать не антироссийские и проукраинские, а антитеталитарные, антипутинистские. А я не сказал антироссийские, простите, заметьте, пожалуйста. Тезка, мой дорогой, я сказал антипутинские. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Просто я знаю, что у него тоже эмоциональное восприятие очень высокое действительности, поэтому он уже второй раз участвует в подобных вещах. В прошлый раз у нас было, мы собрались 160 тысяч. Безусловно, мы некоторые и приехали из Швейцарии на машине специально, чтобы с ним пообщаться, потому что это любимый писатель. Люди релацированные полтора года назад. Хорошо, а вы сами-то верите в то, что вот такую прекрасную Россию будущего в каком-то, в какие-то обозримые сроки нашей с вами жизни мы сможем увидеть? Шанс этого небольшой. Будем предельно честны, но мы должны грести в эту сторону. Мы должны создавать повестку альтернативную фашистской. Сейчас фашистская повестка. Абсолютно просто фашистская повестка. Мы должны дальше лить на мельницу либеральной. Повестка, как бы она ни была, не видна, не слышна, забиваемость сейчас в России. У нас есть цели, у нас есть жизненная позиция. Я вижу Россию торгующей, строящейся, либеральной, без границ, ментов, военкоматов и прочих хрений. А где же ее такую жертву, Евгений? Сделать, пересобрать. Пересобрать? Были же несколько попыток. Самая классная была у человека, которого казнили, считают лжедмитрием, но он тоже очень хотел, чтобы это было абсолютно... Чтобы Россия, как когда-то давно, Киевская Русь была абсолютно европейским государством с европейской ментальностью, с правами человека и достоинством, что самое главное. А вот что вы имели в виду, говоря о том, что политические эмигранты в Лондоне живут какой-то другой жизнью и другими проблемами? Что вы имели в виду? Ну, банки позакрывали, комплайнс душит. Любая, каждая вторая транзакция останавливается. И нужно доказывать, что здесь я просто покупаю цветы. А источник средств у меня точно такой же, как на всех предыдущих 7 тысяч транзакций все 16 лет. «Это моя торговая деятельность» и так далее. То есть вы жалуетесь на то, что бизнесменам российского... Я не жалуюсь, я просто... Это реальный факт. Ну, то есть я еще в относительно спокойном режиме. Есть люди, у которых нет цифрового следа, никакого им еще тяжелее. Пожалуемся мы, скорее всего, в парламент. Чуть позже сделаем петицию. Сейчас чуть-чуть не доходят руки, потому что... Мочить по паспорту. Почувствуй себя талибом. Вот это называется. Мочит просто по паспорту. Причем общества нет. Ну, во всяком случае, цивилизованное лондонское общество нет. Полиция нет. Там, не знаю... Миграционные службы. Ну, да, из-за того, что у меня беженский паспорт, они долго изучают. Но в целом нет. И с русскими паспортами въезжают, выезжают. Вопросов ровно столько же. А банковский регулятор... Там, видимо, такая инструкция по поводу русских и россиян, что банки боятся просто вообще какое-либо иметь дело. Вы считаете, что это абсолютно на 100% несправедливо? Или все-таки в этом что-то есть? Буду повторяться последние, наверное, несколько интервью, но уж придется. Я абсолютно уверен, я абсолютно уверен, что... Я извиняюсь перед зрителями, если они это уже слышали. Я абсолютно уверен, что именно раскол российского такого ядра, скажем так, элит, людей известных, людей, которые ролевые модели, людей, которые чего-то добились и так далее. Вот именно их раскол очень важен для ослабления Путина. Раскол и временный отъезд. Из России, чтобы они не кормили своими мозгами, усилиями, налогами и собой путинскую военную, пропагандистскую и финансовую машину. Вот. Эти действия не пускать просто россиян, даже шенгеном, закрывать счета, не давать рабочих виз в Европе. А многие именно хотели в Европу, их не устраивает ни Эмираты, ни Армения, ни Грузия, ни Израиль. В Израиле кому-то тесно, в Эмиратах жарко и нет каких-то бизнесов. Например, я бы с удовольствием позанимался бы, но я занимаюсь вином, а в Эмиратах 85% налогов в Дубае. Вот. И я как-то к этому не готов, как либертарианец. И так далее. Мы все нормальные россияне, хорошие русские, люди европейской культуры. А когда все эмоционально, не приняв войну, осудив ее, двинулись на Запад, им нужно было дать временную рабочую визу и не мешать открыть счет. Это все, что нужно было сделать. И расколоть полностью элиты. Когда хочет, вдруг переходит на светлую сторону Волошь, или психанул Тинькофф, или Фридман, Авен и Хан попросили подписать за них документ в английский суд, безусловно, им нужно не мешать это делать, не топить их, не загонять их назад к Путину. Я утверждаю, что разлад, раскол элит, и чем ближе он к Путину будет раскол, тем быстрее закончится война. А здесь как будто этого не понимают никто. Причем в странах, которые один процент своего ВВП отдали на помощь Украине, как Литва, Польша, Польша чуть меньше, но она больше экономика, как Латвия, как Эстония. больше всех дала, если в процентах от ВВП. В процентах от ВВП и процентах от военного бюджета, там по-разному можно считать. Ну вот, они, безусловно, в лидерах, кто ближе к России. Понятно, что это, безусловно, их безопасность. Но они больше всего способствовали консолидации, потому что, ну, у многих в той же Латвии или в Литве есть что-то близкое, есть там, не знаю, и родственники, и воспоминания детства, и понимание, как они могут жить и работать с не очень большими жизненными костами. И понятно, где и как они могут пустить хотя бы временно корни. И их не пустили. У нас летело три человека на ужин, деньги уже, то есть люди, которые уже заплатили по 10 тысяч евро, будем считать, на тактическую медицину для ЗСУ их не пустили в Латвию. Это не способствует расколу элит вокруг Путина. Это способствует. Консолидация. А может быть, была какая-то еще история, по-моему, какие-то официальные лица латвийские возражали против самого проведения ужина. Или я что-то путаю? Нет, латвийские официальные лица, я им очень благодарен, за это как раз поддержали наш ужин, потому что посол Украины. Ну, я же известный враг всего украинского народа и хочу отбелить всех злобных олигархов, спонсоров войны и терроризма, поэтому безусловно наш пикник, он очень вреден для празднования Дня Незалежности и так далее. Вот, было такое объяснение. Не поверите, но это правда. Это очень странно, а что господин посол не знал о том, что это благотворительный ужин? Я не знаю, со мной не устроили, то есть у нас устроители, они латыши, жители Риги, они латыши, они тоже были в изумлении в абсолютном. Вот, мы посоветовались, у нас была готова альтернативная площадка, когда посол высказался против, но потом семь Риги, ну, то есть городская дума сказала, нет, мы наметили мероприятие, и нам это мероприятие нравится, единственное, пусть это не будет в одно время с концертом, пусть будет попозже, мы скажем, хорошо, пусть будет попозже. Простите, сколько вы денег собрали во время этого латвийского мероприятия? Смотрите, 24-го мы, как и в прошлом году, просто жарили бургеры и хот-доги, и мы их сделали 1130. Это, ну, за наш счет. То есть это было абсолютно благотворительное, грубо говоря, участие в празднике. У нас нет своего Дня Независимости, 12 июля. Евгений, извините, что перебываю, вы просто скажите, сколько денег вы собрали во время этого рижского мероприятия? На следующий день был ужин у нас уже дома, и мы собрали 140 тысяч евро. 140 тысяч евро, которые все ушли на помощь Украине? Да, да, да. Все ушли на помощь Украине, 60 тысяч ушло на 62 тысячи ушло на фонд Common Ground, который занимается адаптацией украинских беженцев в Латвии. Это такой очень известный, у них целое здание, они детьми занимаются и взрослыми. Поначалу просто скупали посуду и какие-то необходимые вещи для людей, которые приехали с чемоданом, и мы там участвовали с мая прошлого года, с мая 22-го. Так достаточно большое участие, какое-то заметное наша часть была. 62 тысяч ушли им, а 70, соответственно, 7,5 пошло на оплату тех же турникетов предыдущих, которые в июне были поставлены. Мы снабжаем армию турникетами. А вот возвращаясь к тому, что в Лондоне происходит, вы случайно не видели, как украинский журналист Михаил Ткач беседовал, точнее, пытался побеседовать с Михаилом Фридманом на какой-то лондонской улице. Как прокомментировать можете? Я завидую выдержке Михаила Маратовича. У меня такой выдержки нет. Он достаточно вежливо сказал, что он не любит давать интервью и не будет общаться. По-моему, после второго раза было понятно, что ничего не выйдет. При всем уважении расследовательским большим заслугам этого журналиста конкретно это действие способствует тем людям, которые колеблются здесь и думают оставаться здесь, не оставаться, ехать назад в Россию или нет, ехать назад в Россию. Это действие способствует консолидации людей вокруг Путина. понятно, что Михаил Маратович, если здесь совсем будет все плохо, вряд ли поедет в Россию. Потому что уже столько раз это возможности есть в любую секунду. Приехать, вернуться, присягнуть Путина, у него полтора года уже есть. И он не возвращается. И он не возвращается. И Авин не возвращается. Скажите, пожалуйста. поэтому безусловно, наверное, твой журналистский долг был вопрос задать. Еще раз хочу сказать, что он ненавидит давать интервью. Когда-то в своем интервью, когда убили Немцова, он сказал, что с Борей мы переприятельствовали, но из-за его политической позиции я не смог с ним общаться так часто, как бы хотел. Что вы еще хотите от человека? от этого. Ну вот все сказано, все абсолютно сказано. Я дал 2000 интервью и не убедил посла Украины, а он сказал несколько фраз и тоже никого не убедил. вот люди делают, вот нужно смотреть по людям судить, по их действиям, не по их паспорту и не по их молчанию. По их реальным действиям, по шагам, по событиям, в которых они участвуют или не участвуют. Мне кажется, я вначале был тоже очень эмоционален, в самом начале. Мне очень хотелось, чтобы все известные люди, все спортсмены, артисты, певцы все бросили и уехали в Россию. через какое-то время я понял, что был неправ и оставляю за людьми право хранить молчание. Я не оставляю право зиговать, ни при каких. хорошо. Все-таки я пытался вам задать вопрос, который возникает. Мне понятно многое в поведении Михаила Маратовича Фридмана, но обычным людям, которые нас с вами смотрят, следят за нашим разговором, вполне вероятно непонятно, а вот почему он не мог сказать, если он такой хороший, что Путин военный преступник. Хотя бы на один вопрос ответить. Вы считаете Путина военным преступником? почему он не может сказать да? Или он так не считает? Мне сложно за него сказать, потому что мне бы не хотелось, чтобы мои действия как-то повлекли потерю его активов. Либо разграбление, либо разгром и так далее. А Путин не навсегда. Он сделал огромный бизнес до Путина, когда вообще никто не знал, кто и что Путин, и вопреки Путину они его сохранили. Ну хорошо, а почему вы на его стороне, почему вы за него заступаетесь? Я имею ввиду Михаила Фридбана и его партнеров. потому потому что очень правильно, чтобы другие люди из России с деньгами, возможностями, мозгами и прочим смогли переехать на Запад и на Восток, сохранив что у них есть и чтобы они находились здесь, а не там, в Кремле, на встрече с предпринимателем. Хорошо, еще один вопрос хотел бы вам задать. Потому что тот документ, который он сдал в суд, он абсолютно однозначный. А именно? Здесь будет суд по санкциям и достаточно много документов по есть по этому суду по санкциям. Они абсолютно однозначны. Так вот, хотел бы задать еще один вопрос, который уже не касается. Хорошо, представьте себе, что у Фрид здесь отбирают дом. Вы хотите закончить. Окей, давайте. Представьте, что у него здесь отбирают дом, отбирают дом, а грохают компанию на Западе. Компании существуют, работают. Отбирают компании, отбирают компании в Украине. Разоряют, отбирают Киевстар, отбирают Морщинскую, отбирают джазовый фестиваль, вот все отбирают. И здесь все отбирают. Где, оказывается, Фридман? На встрече предпринимателей с Путиным в Кремле. Зачем? Зачем миру это? дайте жить и работать здесь, вывести деньги? Это способствует расколу среди очень влиятельных и очень состоятельных людей. Зачем отбирать яхту у Мельниченко? Наоборот, нужно было бы позволить ему спасти здесь и прогарантировать, что если он переведет деньги в Швейцарию и прочее, с ними ничего не будет. Вот это то, что они должны были сделать. Чтобы он оттуда их вывел. Может быть, рискнул российскими активами, а не западными и так далее. Никто никогда не смотрит с этой стороны и очень зря. И эта позиция, понятно, электората, который весь очень левый. И позиция мочи этих богатых русских, которые там где-то как-то заработали, она очень хорошо ложится в повестку и у этого политика все хорошо. Правда, это усиливает Путина, но ничего. Но ведь вы же понимаете, что у огромного количества людей возникает недоуменный вопрос, а почему они не могут занять публичную позицию, почему они упорно отказываются занять публичную позицию, осудить путинскую агрессию против Украины, гнятно четко сказать, что это преступная война, а режим Путина преступный. Тогда может получиться ситуация, что активы в России разграбит Путин, а здесь ты по-прежнему останешься врагом. Если бы здесь гарантированно у тебя бы гарантировали, что ты все, что ты вывез, и все, что ты можешь здесь, ты можешь владеть, перемещать, продавать, без санкций и глупостей, может быть, и сказали бы. Какая-то часть из них сказала. А так тебя ненавидят и там, и тут. Ну подождите, в любом деле есть риски. Знаете, кто не рискует, шампанского не пьет. Вот, он и так рискует, оставшись здесь, потому что без рисков было бы вернуться туда, как его коллега, которого здесь просто реально, ну там вообще безвыходную ситуацию его поставили. Германа Хана ему не дали лицензии ни на лекарства, ни на детей в школу. Вот дети, ну там, его семья некоторые 15 лет уже с британскими паспортами повыгоняли из частных школ детей и детей в государственную. Частная школа сказала, он хороший ученик, мы готовы бесплатно содержать. Они сказали, нет, на лекарства, на жизненно необходимые лекарства лицензию не дали. Они оспаривали суд, суд отказал. Они вернулись, и мы его увидели на встрече предпринимателю Путина. Зачем это было сделано? Зачем? Это способствует, когда человек семи миллиардами возвращается к Путину назад. А он уже подал здесь такое же заявление. Это способствует прекращению войны и ослаблению путинского режима. Герман Ханта написал новое заявление, что он уже больше не просит снять с него санкции? Нет, не знаю. Этого я не знаю. А то получается, что он как бы на двух стульях сидит с одной стороны. Нет, на одном уже все. На встречу с Путиным. Один стул отобрали. Нет, один стул здесь с радостью разломали, поэтому стул остался один. Москва. И вы уверены, что если бы эти люди не заняли бы позицию, может быть, если бы заняли бы все проблемы, бы сразу были сняты? История не знает сослагательного наклонения, но если бы тогда уехало на 500, 600, 700 тысяч больше, то, вероятно, сейчас была бы совершенно конфигурация другая и на линии фронта, и финансовая ситуация в России, и курс был бы другой, трехзначный уже был бы давно. И у Путина было бы огромное количество внутренних проблем, когда бы не хватало айтишников, людей, и денег не хватало бы гораздо больше. И для любого человека, кто не может там больше жить и находиться, был бы абсолютно четкий, понятный, да, мы собираемся и едем во Францию, собираемся и едем в Великобританию. А сейчас сделали все, чтобы этого не происходило, чтобы оттуда не выпустить ни людей, ни самые главные деньги. Весь год жировали они, потому что здесь было невозможно вывести, счета не открывали, транзакции не позволяли делать. Феноменальная просто глупость. Космическая масштаба. масштаба. Деньги же были не у Путина, деньги же были на счетах. Вот, у этих людей, у этих людей, у просто специалистов, у людей, которые работали в финансовой сфере, не давали вывести оттуда деньги, не открывали здесь счета. Ну, не хотят они жить в Эмиратах, не хотят они открывать счет в Киргизии, они хотят открывать счет в швейцарском банке, в французском банке, в шведском банке, в английском банке, в американском банке. Ну, Америка полояльнее, Америка открывала. Они санкции-то ввели, а бабки принимали нормально. В основном. Это глупо. А вы уверены в том, что вот все эти богатые, сверхбогатые российские бизнесмены, уехав на Запад, если бы им разрешили уехать на Запад, не стали бы просто, знаете, жить в свое собственное удовольствие и ничем бы Украине не помогали? Кто-то бы помогал, кто-то бы абсолютно затихорился за семью заборами. Кто-то бы помогал, кто-то бы не помогал, ну, а сейчас не помогает. Кто-то бы принял для себя решение, что да, там все гори огнем, потому что мы точно справимся здесь. Но понимаете, ведь есть же еще вопрос о... Таких людей много. Евгений, вам не кажется, что есть все-таки вопрос еще о какой-то ответственности за прошлое? Вот эти люди на протяжении многих лет, если не сказать десятилетий, прекрасно чувствовали себя в России и по сути поддерживали Путина. Они не благодаря Путину. 300 тысяч айтишников не поддерживали Путина или 400 тысяч. Они не поддерживали Путина и не благодаря Путина, а благодаря своим мозгам в России жили и работали. Но против Путина не выступали и налоги платили. Нет, не выступали и, естественно, платили, потому что если ты не заплатишь налоги, государство в целом это бандит, у которого эксклюзивное право на применение насилия. Государство применит насилие, если ты не отдашь несправедливую большую часть своего дохода ему. Ну, хорошо. Какие вообще тогда существуют инструменты для противостояния путинскому режиму? Если там кто-то боится не заплатить налоги, кто-то боится открыть рот, кто-то боится выйти на демонстрацию, кто-то баррикаду не хочет строить. Я этих людей не осуждаю, поймите правильно. Я понимаю, что своя рубашка ближе к телу и участвовать в открытой оппозиционной деятельности для этого требуется колоссальное мужество. Но вот сейчас в реальной жизни, если посмотреть на то, что в России происходит, вам не кажется, что все методы и средства борьбы исчерпаны? Нет, абсолютно. Абсолютно. Средства борьбы не перестать платить за нефтегаз России. Весь мир продолжает платить. выпустить таланты. Я говорю про все. А перестать гонять газ в Европу по газопроводам, хлопнуть танкерный флот весь, ну да, будет какое-то время дорогая цена на них, ничего страшного. Снять санкции с других плохих стран, как Иран или Венесуэла на время. Это вы говорите о наборе инструментов, которые имеются на вооружении у Запада, а я имею ввиду людей, которые в России, российское общество, российских оппозиционеров, которые там, может быть, еще остались. Российскую иммиграцию. Шемодан, вокзал, Лондон. И только. Да. Я не могу призывать ни на что. Я уверен, что молодые дерзкие люди, которые подожгли сколько там, 60 или 70 военкоматов, со мной не согласятся, но я абсолютно не могу никак об этом говорить, не имею никакого морального права. 15 лет находясь в иммиграции. Я 15 лет беженец. Ну что ж. Мы понимаем, что военкоматы сами себя не подожгут, но это безусловно дело людей, которые берут на себя риск оставаться и быть призванными, либо не оставаться и не быть. Кстати, еще одна глупость была сделана вам, когда была мобилизация, когда у Европы был еще один шанс, правда, это не такого качества иммиграции, безусловно, как бизнесмены, но был еще шанс во всех случаях получить рабочую силу, дать возможность выехать те, кому прислали повестки. этого тоже не сделали. Я только боюсь, что Запад испытывает глубокое чувство неуверенности в этих самых бизнесменах, не видя со стороны внятных сигналов готовности противостоять путинскому режиму. Вот, мне кажется, в этом есть проблема. Тогда увидят их на встрече с президентом их деньги, а в каждом крупном и среднем бизнесе сидит какой-то чекист, будут отобраны и на их деньги будут оплачиваться рабочий Уралвагон завода, три смены собирающие танки, а кто из них менее успешен, наименее изворотлив, окажутся призванными осенним или весенним призвом или следующей войной моделизации. Запад может быть дальше неуверен. Ну что ж, в общем, Евгений, понятно, ваша позиция абсолютно понятна. Спасибо вам большое за этот разговор. Вам спасибо. Ваши комментарии и успехов вам в дальнейшем сборе помощи для Украины. Мы-то будем продолжать заниматься, чем мы занимались. У нас руки, когда у нас закончится последний донат, тогда мы закончим. Так только пули казака коня собьет. но опять-таки в современной политике и людей, которые вовлечены на светлой стороне, безусловно на светлой стороне, слишком много популизма, слишком мало мудрости. Услышьте это, уважаемые зрители, оцените сами. Спасибо большое Евгению Чучваркину за этот разговор. Я прощаюсь с вами, Евгений. Надеюсь, не в последний раз беседуем. И спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.